Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – воскрешение Лазаря, часть 1. «Лазарь, друг наш, уснул» – Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 по 16 стихи. История воскрешения Лазаря описана в 11 главе Евангелия от Иоанна. Предыдущая, 10 глава, закончилась тем, что после беседы в храме Иерусалимском, где Господь Иисус Христос сказал о том, что Он и Отец едины, что Он в Отце и Отец в Нем. Иудеи попытались Его вновь схватить, но Он от них уклонился и вместе с учениками ушел за Иордан, на ту территорию, которая называлась Перея, и там пребывал вместе со своими апостолами. 11 глава начинается следующим образом. Первый стих. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из-за селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее». Говорится о Вифании, и чуть дальше Иоанн Богослов укажет, что Вифания находилась в 15 стадиях от Иерусалима. Стадия примерно 185 метров. Получается, что Вифания находилась на расстоянии около 2 километров 800 метров от Иерусалима. Это примерно полчаса 40 минут ходьбы. Иоанн Богослов укажет на это для того, чтобы объяснить, по какой причине большое количество иудеев пришло из Иерусалима для того, чтобы Лазаря оплакивать. Пришли многие, потому что расстояние было небольшим. Итак, Вифания, которая находилась рядом с Иерусалимом. В этом селении жили Мария и Марфа вместе с Лазарем. Если Лазарь упоминается впервые как в Евангелии от Иоанна, так и в синаптических Евангелиях он не упоминается. Соответственно, история воскрешения Лазаря описана только здесь, в 4 Евангелии. То о Марфе и Марии упоминает святой апостол и евангелист Лука. Лука говорит о том, что Господь Иисус Христос остановился в одном жилище, где были Марфа и Мария. Марфа, как хозяйка, стала суетиться, заботиться о том, чтобы накрыть на стол, а Мария сидела и слушала слова Господа Иисуса Христа. И вот когда Марфа просила Господа, чтобы Мария тоже ей помогла, Господь ответил, Марфа, Марфа, ты суетишься и заботишься о многом. Но Мария избрала добрую часть, и эта добрая часть не отнимется от нее. Христос не поругал Марфу за то, что она многое делает. Но при этом указал, что Мария выбрала более правильный способ общения с ним, потому что слушание его слов, конечно, это то, что есть единое на потребу, это самое важное. В нашей аскетической литературе иногда сравнивали Марфу деятельную именно с деятельностью подвижника или христианина. С той чертой, с той стороной нашей жизни, когда мы что-то делаем, что-то творим. А Марию сравнивали с озерцательной стороной нашей жизни, когда мы слушаем Господа Иисуса Христа. И, конечно, слушание и слышание его слов это то единое, что нам и необходимо, но это невозможно, если мы будем пренебрегать практической стороной. Поэтому в нашей жизни должны присутствовать и деятельность, и созерцание, но второе из них, конечно же, выше. И вот здесь Иоанн Богослов указывает на то, что Лазарь жил в Вифании, а Мария и Марфа были его сестрами. Второй стих. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Иоанн Богослов здесь указывает на то, что будет чуть позже, и то, что описано в 12 главе его Евангелия. Однако эта деталь указывает на то, насколько значимы были и Лазарь, и Марфа, и Мария для Господа Иисуса Христа. Третий стих. Когда мы смотрим греческий текст, мы должны несколько иначе перевести данный стих. Во-первых, обращение господин Кирие, потому что, конечно, они приглашают его как и замечательного учителя, и как Христа, но еще, возможно, полностью не осознают, что он выше, чем человек, он есть и воплотившийся Бог. Поэтому в греческом языке кириос и звательный падеж Кирие, а на русский язык мы переводим господин, если обращаются к человеку, но уважительно, и переводим господь, если уже имеют в виду Бога. Здесь, скорее всего, уместно перевести господин. Господин, вот тот, кого ты любишь, болен. В греческом тексте стоит глагол филео, поэтому лучше перевести так. Тот, кто является тебе другом, тот, с кем ты дружишь. Мы уже говорили, что в греческом языке есть несколько глаголов для указания на разные виды любви. И если глагол агапао и существительное агапи означают духовную, возвышенную, чистую, любовь, которая возможна к врагам, то глагол филео и существительное филио означают дружбу, очень часто взаимную приязнь или дружбу по интересам. Тогда, как существуют и другие термины, глагол эрао и существительное эрос указывают на сексуальное влечение, сексуальную любовь, ну или, например, сторгео, сторги. Эти термины указывают на родственную любовь. Поэтому лучше третий стих перевести следующим образом. Сестры послали к нему, говоря, Господин, вот тот, кто тебе является другом, болеет, имея в виду, конечно же, своего брата Лазаря. Четвертый стих. Иисус, услышав это, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Кому сказал? Сказал своим ученикам, с которыми он находился за Иорданом. Однако, когда он так говорит, что это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, ученики вначале понимают его так, что Лазарь не умрет, но он, их Господь и Учитель Лазаря, исцелит замечательным образом, таким образом, что он и прославится через это. Пятый стих. «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря». Опять же, обращаясь к греческому тексту, необходимо перевести несколько иначе, потому что это тот случай, когда стоит глагол «агапао». Он любил возвышенный, духовной любовью, испытывал духовную приязнь и к Лазарю, и к Марфе, и к Марии. Шестой стих. «Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился». Находится там два дня, потому что, как истинный Бог знает, Лазарь умрет вскоре после того, как сестры отправили к нему, к Иисусу, сообщение о том, что он болен. Потому что, когда он приходит, оказывается, что Лазарь уже четыре дня, как скончался и в гробу. А на Древнем Ближнем Востоке была традиция хоронить, как правило, в тот же день, в день кончины. И так получается, что сестры отправляют весть Господу Иисусу Христу, поскольку расстояние от Переи до Вифания составляло где-то около дня пути. Нужно было идти около десяти часов, то, скорее всего, тот человек, с которым они эту новость передали, идет в течение дня. Затем два дня Господь Иисус Христос остается на месте. И еще один день Господь идет из Переи в Вифанию. Таким образом, получается, что действительно, или в день, когда отправили сообщение, или на следующий день Лазарь уже скончался. Господь, сказав это, остается там для того, чтобы не прийти сразу. Потому что если он придет сразу, вскоре после того, как Лазарь умер и воскресит его, то недоброжелатели, скептики будут говорить, ну, Лазарь и не умер, вовсе. А может быть, он впал в литургический сон. А может быть, это был самообман тех, кто поставил такой диагноз, и на самом деле он оставался живым. Но поскольку будет иметь место такая деталь, что уже запах зловония распространяется даже из гробницы, то ни у кого из присутствовавших там людей не будет сомнения, что Лазарь действительно умер. Поэтому Господь остается в Пирее еще на два дня. Седьмой стих. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Не говорит, пойдемте в Вифанию, но подчеркивает, пойдемте в Иудею, именно туда, где совсем недавно был конфликт с Иудеями, которые ищут убить Господа Иисуса. И ученики слышат это, слышат, что они пойдут с Христом в Иудею и отвечают в восьмом стихе. Ученики сказали ему, рави, давно ли Иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Интересно, что в греческом тексте, как и в церковно-славянском переводе, немножко иначе. Говорят ему ученики, рави, ныне искали тебя побить камнями Иудеи. То есть, вот совсем недавно, только что ты от них уклонился, мы ушли, но мы почувствовали обстановку, они хотят твоей смерти, а мы же твои ученики, значит, и мы тоже будем в опасности в Иудеи. Девятый стих. Иисус отвечал им, не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, десятый стих, спотыкается, потому что нет света с ним. Что же за поучение, говорит Господь ученикам? Имеет в виду, что он предлагает им идти, значит, утро, потому что ночью не путешествовали. Итак, он утром им говорит, пойдемте в Иудею. Расстояние, как уже было сказано, от Переи до Вифаньи, до Иерусалима, примерно десять часов ходьбы. И получается, что это чуть меньше, чем световой день. Двенадцать или четырнадцать часов в Палестине весной. И Христос хочет сказать, вот тот день, который касается светового дня, делится на двенадцать часов, ну, точно так же, как и часть дня, относившаяся к ночи, делилась на двенадцать часов. И он имеет в виду, если мы будем идти в течение светового дня, вот этих двенадцати часов, то мы успешно дойдем, потому что мы видим свет, естественный свет, свет мира сего, то есть солнце, и мы не спотнемся. То есть начинает Господь речь о их путешествии, но после этого переходит и к духовному поучению, потому что он говорит, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет. И вот далее надо смотреть греческий текст или церковно-славянский перевод. Спотыкается, потому что нет света в нем. Это очень интересно. Если бы речь шла об обычном путешествии во второй части поучения, то тогда, конечно же, надо было бы сказать, нет с ним света, какая-то лампадочка или фонарик, или факел. К сожалению, именно так переведено синодальном переводе, но это не отражает точно смысл слов Господа Иисуса Христа. Христос говорит именно света нет в нем. Значит, речь идет во второй части уже о чем-то другом и о чем-то большем. Господь хочет сказать, каждому из нас Богом дана жизнь и пока мы веруем в Бога, имеем его как свет в себе, то мы в течение всей жизни движемся и не споткнемся и можем действовать дальше. А, конечно, если мы теряем веру в Бога, если нет света в нас, начинаем спотыкаться и от этого начинаем допускать ошибки, а иногда все это ведет и к тому, что грубейшие совершаем поступки, грехи, то, что нас недостойно. Поэтому мысль такая, пока вы живы, и я с вами, пока Бог нас направляет, необходимо действовать. Конечно же, говорит и о себе, потому что Он есть истинный свет, и раз Он идет вместе с ними, то им нечего бояться. Они могут правильно оценить ситуацию, правильно поступить. А вот если света в них не будет, в учениках, тогда, конечно же, может быть и преткновение. Мы с вами помним, когда апостол Петр допустил малодушие, страх в свою душу, это привело к тому, что он трижды отрекся от Господа Иисуса Христа. Но, конечно же, другие апостолы поступали иначе. Они были более тверды в тот момент. И мы с вами знаем, что, хотя остальные разбежались, но Иоанн Богослов все-таки остался у креста Господа Иисуса Христа. Вот это поучение о том, что 12 часов во дне, в световом дне, и желательно, важно ходить именно при свете, очень важно, актуально именно для нас с вами сегодня, потому что наступила эпоха, наступила пора неопределенности. Будущее нам не открыто, а настоящее нас пугает. Однако, Господь дает нам и силы, и энергию, а что там будет из внешних каких-то моментов, вещей, материальных благ, это уже вторично. Имеем Бога в себе в сердце и движемся по жизни дальше. Господь после этого объясняет, по какой причине необходимо идти в Иудею. 11 стих. Сказав это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Говорит о том, что Лазарь уже скончался. Причем, вероятно, что сестры, которые послали за ним, за Иисусом Христом, чтобы он исцелил Лазаря, когда Лазарь скончался, уже не стали посылать вестника с этой скорбной новостью. Потому что, когда Господь приходит в Ифанию, видно, что и Марфа, и Мария не ожидают его видеть. Хотя, конечно, друг с другом они беседовали, если бы он был с нами, то наш брат не умер бы. И так Христос уже знает, хотя и не извещен об этом людьми. Он знает, как Бог, то, что Лазарь скончался. Однако, формулирует иначе, как в тот момент, когда он воскрешал дочь начальника синагоги Иаира, он пришел к его дочери, к девушке и сказал, она не умерла, но спит. И все даже стали смеяться, но Господь желал донести до окружающих именно вот такое понимание смерти, что смерть на самом деле сон. Так и здесь он говорит ученикам, Лазарь, друг наш, уснул. И вот именно такое отношение к смерти, как ко сну и вошло в христианскую церковную традицию. Потому что, когда мы засыпаем, мы на некоторое время совершенно не контролируем ситуацию вокруг себя. Мы не знаем, что происходит, какие люди ходят мимо нас, что там происходит в мире и так далее. Мы, бывает, очень-очень крепко спим. Но, когда мы просыпаемся, то мы возвращаемся к реальности и не ощущаем вот этих вот часов, иногда шесть, семь, восемь часов мы спим, но нам кажется, что мы только что заснули. Более того, мы просыпаемся бодрые, свежие, полные сил, даже если накануне вечером легли уставшие, разбитые и унылые. И вот такой образ, такое сравнение сна Господь Иисус Христос использует, чтобы до нас донести представление о смерти. Потому что смерть человека это не есть конец его бытия. Умирает тело, но душа бессмертна. Душа в этот период, пока она вновь не соединится с телом после воскресения всех из мертвых, находится в состоянии, которое Господь сравнивает со сном. Лазарь, друг наш, уснул. 12 стих. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. С одной стороны, ученики указывают на общеизвестную истину. Если человек заболел, плохо себя чувствует, у него горячка, жар, лихорадка, но потом он засыпает, то, как правило, это является верным знаком перелома в болезни. Если он уснул, то выздоровеет. С другой стороны, есть вероятность, что ученикам очень не хотелось идти туда в Иудею, потому что там смертельная опасность подстерегает как их учителя, так и их самих. 13 стих. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Да, вот такой парадокс. К этому моменту ученики еще не научились до конца и во всем сразу понимать своего учителя. Но, тем не менее, Господь, как тогда в случае с дочерью Иаира, так и сейчас в ситуации с Лазарем вводит новую терминологию, а через это и новые представления о жизни, которые и будут усвоены в христианской церкви. 14 стих. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. 15 стих. Почему же Господь говорит радуясь за вас, что меня там не было? Потому что если бы он там был, как это видно из последующего повествования 11 главы, то, конечно же, испытывая огромную дружескую симпатию к Лазарю и испытывая возвышенную духовную любовь как к нему, так и к Марфе и Марии, Господь вероятно исцелил бы Лазаря до того, как он умер. Или бы воскресил его сразу же после смерти. Но при этом ученики не получили бы удостоверения того, что он, Иисус, есть истинный Сын Божий, равный Отцу, который может воскрешать не только тех, кто недавно умер, потому что только что умерших воскрешали пророки Ветхого Завета. Он может воскресить даже того, чья плоть уже разлагается. Но пойдем к нему. Итак, Господь не только прямо называет то, что Лазарь скончался, но и ободряет учеников, соурода кладет конец возможной дискуссии, нужно или не нужно идти в Иудею. Шестнадцатый стих. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Фома, иначе называемый близнец, по-гречески дидимос, один из двенадцати. Вероятно, был назван так, потому что действительно был близнецом и имел некоего брата. И вот эта вот Фома в данной ситуации показывает свою решительность, ни на чем не обоснованную, а лучше сказать обоснованную только на его верности своему учителю. Пойдем и мы умрем с ним. Итак, ему, нашему учителю угрожает опасность. Насколько это будет возможно для нас, мы постараемся его оградить, но если это не получится, то мы тоже готовы на смерть ради него. Не понимает, что его, Иисуса, смерть будет иметь абсолютно иное значение, совершенно иного будет порядка, нежели смерть даже самого святого человека, в том числе кого-то из учеников Иисуса Апостолов. Однако Фома исполнен решительности. И вот воодушевев учеников вместе с Господом они направляются в Вифанию. Однако направляются туда и увидят там не то, как Господь будет казнен. Это произойдет позже, но не сейчас. они увидят там действительно славу Божию, славу Бога Отца и славу Сына Божия Господа Иисуса Христа. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры